Скоро в Заурале построят 13 новых детских садов. На эти цели выделено более 430 миллионов рублей из федерального бюджета. Общий охват детей всеми формами дошкольного образования на сегодняшний день в регионе составляет почти 77%, сообщил журналистам руководитель партийного проекта «Детские сады детям» Александр Сапожников. Очередное зашкольное учреждение Курганской области составляет в целом 16 775 человек детей в возрасте от 1 до 7 лет. В том числе в возрасте от 3 до 7 – 5902 ребенка. С 3 до 5 – 5,079. По словам Александра Сапожникова, наиболее эффективными мерами ликвидации очередности в дошкольные учреждения области является строительство новых зданий детских садов, возврат в действующую систему ранее закрытых, а также реконструкция зданий под детские сады в городах и крупных населенных пунктах. Уже объявлен аукцион на строительство 13 детских садов. Из областного бюджета на эти цели в текущем году планируется выделить более 78 миллионов рублей. На условиях софинансирования из федеральной казны – 262 миллиона рублей. Также на условиях софинансирования из федерального бюджета ожидается поступление средств на капитальный ремонт дошкольных учреждений в размере 171 миллион рублей. Еще одним важным вопросом на встрече с представителями СМИ стало обсуждение размера родительской платы. Тема находится под контролем у депутатов. Об этом знает Олег Алексеевич. Был разговор у нас на аппаратном совещании. Он сказал, да, давайте вместе будем решать эту тему. То есть, на наш взгляд, это проблема. И нам нужно ее смягчить максимально. Будем решать. О качестве питания детей в оздоровительных лагерях доложила руководитель партийного проекта «Народный контроль» в Курганской области Наталья Семина. Активисты посетили с инспекцией 9 загородных лагерей и отметили – питание подростков организовано на действительно высоком уровне. Все оздоровительные лагеря и все директора оздоровительных лагерей, они перешли практически все на нашу местную продукцию. И что еще радует, прямо вообще радует, то, что они берут продукцию, знак зауральского качества. И прямо так, что если брали где-то, привозили откуда-то, допустим, с Челябинска, окорочка, яйцо и все, сейчас они берут агрофирма «Боровская». Также руководитель народного контроля пообещала журналистам, что этой осенью будет обеспечен свободный доступ сельхозтоваропроизводителей к розничной торговле. Зауральцы должны иметь возможность покупать свежие овощи без посредников.